Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Эта дискуссия не существует. Завершена с однозначным именно годом, который мир для себя сделан. Возобновляемая энергетика это будущее энергетики и в эту сторону будет свести с нашим. Важно, что уровни целевых параметров, которые для себя выбирают большинство стран очень ударно. Опять же энергетики понимают, что доля, генерация в размере 3% это очень много. 5% это совсем много. 10% это фантастика. И вот практически все планы, которые ставились в большинстве стран на последние 10 лет, оказались существенно превышенными. А цифры, которые на сегодня вы найдете в страновых энергетических стратегиях, вот мне здесь показано. В Китае 20%, в Китае 30%, в Семене 60% 40%. Германия, на один из передвигов в этом смысле, обозначила для себя цифру 80% доля восстановления энергетики в общем древней генерации, правда, к 50-му году. Ну, сразу же, давайте посмотрим на себя. Я уже сказал о том, что многое в будущем российской энергетики предопределено. В частности, предопределено то, что героическими усилиями мы с 2024 года сумеем ввести объемы шестей, которые составят 1% под общий объем генерации. Что касается, с 1935 года большая сложная дискуссия шла последние два года. Мы наставили на цифре 2,4. Ну, судя по самому последовательному решению буквально после вчера в правительственной правительстве, итоговая цифра будет чуть меньше, чем 2,4, но не намного меньше, чем, хотя, как вы понимаете, оппоненты были в гораздо более консервативной позиции. Это то, что касается мира в целом. Базовый уровень я уже сделан, убежден в том, что здесь нет предметных дискуссий за или против. Есть масса сложнейших технологических и экономических вопросов. Вопросы про требования, про систему поддержки, вопросы про выбор технологий, вопросы про обшор нарушенную и так далее, и так далее. Базовый вывод, по-моему, глубокого увлечения завершен. Это для меня. Теперь давайте посмотрим на нас, причем начнем, как было сказано, с того, а есть ли у нас вообще пилотная подпосылка. Имеет ли смысл в принципе в России про это думать. Особенно с учетом того, что, как мы все знаем, первое, что нам говорят, как только в часах говорят о солнечной энергетике. Какая у нас есть солнечная энергетика? Холод собачий. Это все, какие-то западные штучки. Может, в октябре будет, а оно с мельч. Ну, давайте начнем с холода. Первое, что нам сказать, что Россия страна холодная, но не теплая. Это совсем разные вещи, которые психологически кажутся почти тем же самым. Давайте сами себе напомним, без школьного курса географии, что на большей части России климат у нас континентальный, а это, соответственно, означает достаточно низкую влажность, а это, соответственно, означает достаточно низкую облачность, а это, соответственно, означает довольно высокий уровень инсоляции по стране в целом. И вот здесь вот данные последней солнечной инсоляции. А что касается холода, специалисты знают, что если будет, на самом деле, прямо противоположное, снижение температуры, повышает КПД солнечных питаний. Типовой коэффициент 25, и на 1 градус дунут 0,5%, 0,5% повышение КПД. Он варьирует, но, тем не менее, базовая программа именно так и выглядит. И если посмотреть уж в сравнении у нас, скажем, с Европой, с которой мы часто делаем все страны, например, из этого простого графика видно, что Челябинск по уровню инсоляции выше, чем Дрюк, причем существенно выше. На 30%. А в Германии, как уже было сказано, Берлин, один из лидеров в мире по солнечной энергии. Это в том, что касается Солнца, я уж не говорю про Сибирь, особенно в Южном Сибири, на Якутию. Традиционно никак не запросим эти регионы с возможностью солнечной генерации, а зря. И на самом деле, кто знает, я расскажу, Якутию, это Якутия, солнце падящее. Мы пока ни в какой форме, ни в какой виде этого не используем, но мы химимся в этой тематике. Итак, инсоляция и природный потенциал в России высокие, несмотря на то, что массовое представление прямо предположено. И перед этим ветром. Ну, здесь все проще, в общем, никто даже особо не спорит. Ну, индуитивно, понятно, наша страна, самая большая территория в мире, 17 миллионов квадратных километров. И ясно, что ветропотенциал в России большой, и все специалисты недавно признаны, что Россия в мире в номер один по ветропотенциалу. Россия вообще, в особенности, в северах, и, собственно, это, что, как вы понимаете, прямо связано с российским архитическим проектом, для синергетики, потребуется очень серьезное масштабное решение. В этом смысле, опять же, по природному потенциалу, у нас все возможности ветра энергетики просто уникальны, если у нас отмечается региональный. Ну, если уж относительно это, вновление энергетики, и ставше актуальной в последнее время темы твердых водовых отходов и мусора, ну, в общем, понятно, что у нас здесь просто, что называется, поле не валялся, хорошо известно, что по потенциалу в Европе в Европе в Европе есть разные политики в разных странах, и если говорить о том, что у нас сжигание, скажем, в среднем, что это там 8%, как бы сказать, в Европе в Европе, 50%, но у нас, де-факто, 1% и в Европе в Европе. Мы не выставляем потенциал исходный, и для этого подотрасли, отрасли возобновления энергетики очень и очень серьезные, очень и очень незначительные. Ну, а теперь давайте перейдем, собственно, к содержанию. Разобрались с миром, разобрались с природными предпосылками. Что, собственно, происходило в нашей стране в этой сфере? Я считаю, что все то, что у нас в этой сфере происходило, довольно естественным способом делятся на три этапа. Первый этап, в моем понимании, начался в 2007 году, и я скажу о том, что в этом году произошло, почему, мне кажется, именно этот год, стартовый год для всей этой большой тематики. Это была, собственно, законодательная основа для всех систем поддержки возобновления энергетики в России. Дальше потребовалось довольно долго, много времени и много усилий на то, чтобы из этой законодательной базы выработать целостную, всеобъемлющую, очень сложную, и, как это не продавцами, вполне эффективную, систему государственной поддержки возобновления энергетики. Это второй этап, который начался в восьмом году и завершился в 2015 году. Ну и в 2015 году можно считать первым годом уже третьего этапа создания реальной энергетики, первой солнечной станции. Кушагача была введена нами, с этого солнечного объекта началась в 2015 году, в 2018 году была введена первая ветра станция в России. Как будет дальше показано, это не разовое событие, наоборот, это старт, ну, считай, как бы, гигантского конвейера, который в стране был запущен и сейчас сработал по полной мощи. Итак, эти три этапа, они очень важны, и поэтому про каждое из них два слова, как я бы сказал, особенно тех развилков, которые внутренних этапов появляются. Вот я сказал, что в 2007 году, и это создание закона. Собственно, это время завершения реформы энергетики. В ходе реформы энергетики в России был первым исходным российским опытом в рынке электроэнергии, которого в реальной стране не существовало. И, собственно, именно тогда перед нами стоял вопрос о том... Продолжение следует...